Всем привет и добро пожаловать на канал Экспириенс Гейм, с вами я Скифу и мы продолжаем играть в Дон Старцу Беза. Мы по-прежнему находимся в мире, находимся в шестой день, мир сам одиннадцатый день существует. У нас хост призраком стал, я не знаю как его воскресить, а он молчит. Ммм, странная ситуация, ладно, поедим. Еще поджарим. А, в смысле поджарим, еще поедим, она и так жареная, куда дальше. И побежали, посмотрим, поищем, что тут еще есть такого эдакого в этом развеселом мире. Ну, между делом, наверное, еще одного бифала завалим. Почему бы и нет. Птица. Ну, тебя нафиг. Что-то я не очень этим птицам доверяю. Бифала здесь и туда... А, я же мог телепортироваться. Хотя, без разницы, я все равно на бифала иду. Воу, опять метеориты. Что за фигня. Там они вообще... Здесь они что-то чаще падают, да? Жесть. Что-то это явно повод похудеться вот на этого бифала, который так мирно тут ходит. Ничего не подозревает. А мы ему так, анц, и бежать. У меня сил, в принципе, достаточно. Наверное. Так, сил поднабрался. Давайте с ним драться. Так. Не перестараться с количеством атак. Один, два, три, четыре, пять. И опять. Что-то как-то долго они мрут. Ну-ка. А, нет. Довольно быстро в этот раз. Хм, он умер, а потом обкакался. Ой, силами покидают. Ого, силы пришли. Я могу поохотиться. Да, я могу поохотиться. Сейчас пойдем охотиться. Сумка вот. О, он воскрес как-то. Занятно. Ай, вот тот парень воскресил, по всей видимости. Ну, я думал, тут какие-то быстрые фразы есть, но что-то нет. Ладно. Пойдемте охотиться на кого-то там. Надеюсь, на мамонта. Где-то в этой стороне должен быть след. Ну, что-то следа нет. Очень странно. Так, а ты что тут ходишь-то уже? Тень. Хм. Что-то короткая охота, в общем, да. Очень быстро поохотились. Где они вообще все лазят? Почему я один тут тусуюсь? У них там, видите ли, свои какие-то проблемы. А здесь вообще-то как метеоритные дожди идут. Ливнями, походу. И, наверное, опасно здесь лазить. Опять мне силы покидают. Что ты поделаешь? Ну, теперь давайте все-таки пробежимся подальше. Быть может, выше сходим. Что-то здесь. Вот это что, кстати? Это как-то странно выглядит. Делаем кирочку. Что это? О, Мунрок. Отлично. Это какой-то новый ресурс. Что из него делать, только можно. Кто бы знал. Ладненько. Запомнили. Даже запомнили. С собой таскаем. Куда деваться. Ягодки-то надо собрать, я так думаю. Лишними не будут. Золото. Какое-то клевое оружие должно быть. Или может, доспехи. Или может, еще что. Из этого можно будет скрафтить. Ну, глянем, глянем, я думаю. Не факт, что сегодня. Но вообще, в принципе, я думаю, разберемся с этим. Вот это тоже разрушим. Отлично. Дальше, дальше. Нужно подисследовать этот мир. На наличие всякого такого разного. У меня уже эта фигня испортилась. У меня уже эта фигня испортилась. Пауков бы поубивать. Если бы, если бы мы поубивали, смогли бы себе колпак сделать. Прикольный. Который нормально так рассудок восстанавливает. Но не об этом. Сейчас думать стоит о том, как этот мир все-таки побольше посмотреть. Отлично, бежим, бежим. Чувачки там где-то тоже лазят. Хм, тупик. Ладно. Давайте к научной машине телепортнемся. Посмотрим, что из этого камня можно сделать. Где-то рядом телепорт. Ну, телепорт. Червоточина это. Еще, кстати, такой интересный момент. Если бы у меня рассудок падает до совсем низкого значения, или мне начинали открывать кошмары, другие видят этих кошмаров, или только я буду их видеть? Такой эритерический вопрос. А что тут вверху? Там что-то вверху. Сейчас мы туда сбегаем. Научную машину только найдем. Хорошо. Шерсть нафиг. Все сожжем. Смотрим, что из этого можно сделать из лунного камня. В этой вкладке нифига. Так, здесь стена из лунного камня. Может, какое оружие есть? Ну, во всяком случае, в этой машине точно нету. Может быть, это не настолько крутая вещь, или все-таки крутая? Тут я тоже ничего такого не вижу. Рок-пот. Ага. Да, ничего такого. Ладно. А, еду забыл совсем приготовить. Давайте быстро приготовим. Это тоже приготовим. И сбегаем вот сюда. Глянем, что же это такое тут вверху. Ммм, а это тут уже целый домик обжитой. Что у тебя в частере? Я могу везде заглянуть? Я могу отсюда что-то вытащить? Могу. Знаете, какашек. Почему и нет? Занятно. Это наша всеобщая идея получается. Хорошо, хорошо. У меня с рассудками единственное, что проблемы. Это сюда подкинем. Он тут уже кусты высадил. Лес. Занятно. Метеориты, походу, только там, на этих, на каменных территориях. Он тут целый домик уже обосновал. Все серьезно. А мы тут что-нибудь соберем в этой стороне. Может, еще один венок сделать? Пока пауков не нашли. Чтобы рассудок поднимать, чтобы рассудок поднимать хоть как-то. В этом есть хоть сколько-то логики. Лунный камень, лунный камень, лунный камень. А вторая вот эта машина, тут что нужно? Может, вторую машину мы эту поставим? Давайте. Почему нет? Мы не ведомо, сколько в этом мире будем тусоваться. Ему тут жить, наверное, больше, чем нам. Хотя не факт. В любом случае. Пойдемте и сделаем хорошее дело. Для этого надо дров. Единственное, что сейчас мы их добудем. Дровишки немножко. Поучаствуем, так сказать, в развитии базы хоть как-то. А то он тут уже много чего сделал. Я, конечно, все это сжечь, к примеру, могу. Или там попробовать его убить. Но это будет как-то очень подло. И этим я, наверное, займусь тоже в отдельном видео. Почему бы нет? Прийти к кому-то в мир и напакостить. Я думаю, будет куча и таких людей, кто будет промышлять этим. И надо сразу глянуть. Что нам за это будет и будет ли что. Ну, потом. Давай я тебе, наверное, поставлю вот эту машину. Так, два камня. И четыре доски. Два. Две. Четыре. Давай где-то рядом. Вот так. Все, держу. Возликуй. Ладно, ребята, я спать. Можете добавить меня в стим. Так, если хотите, завтра поиграйте. Хм. Не очень вовремя ты спать. Вообще не вовремя. Я тут только такие дела замыслил. Ну, ладно, че. Окей, парень. Небольшое наше приключение все закончилось раньше времени. Я думаю, мы, наверное, свой сервис создадим. Я вас добавлю. Ну, добавь. Добавь. Я не против. Ай, не то жму. Опять же, окей, ушки. Кто-то шарики мясные приготовил. Житье-бытье тут полным ходом идет. Давай мы тебе даже вот этот подарим. Не факт, что я к тебе еще иду. Давай. Спокойный. Че он там загорелся. Окей. В общем, немножечко мы с этим миром уже познакомились. Забавная механика с метеоритами. Но это прикольно смотрится. И лунный этот как-то камень надо использовать. Я думаю, мы разберемся с этим чуть позже. В следующей серии я создам собственный сервер. Он будет открытый. Будет иметь имя такой же, скорее всего, Experience Game. И будем играть на нем. И там уже все желающие, кто захочет, смогут туда цепляться, играть вместе со мной. Но об этом позже. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok